Девушки отдыхают Я звоню тебе, звоню От тебя опять игнор Говорить с тобой хочу, но безответный разговор И в директе на сообщения в телеграм Ни ответа, ни привет Эх, за что ты меня ва-бам Я тебе песню в контакте послала Я под нее всю ночь прорыдала Я же тебе открыла всю душу А ты не послушал Я тебе песню в контакте послала Я под нее всю ночь прорыдала Я же тебе открыла всю душу И не послушал Ну помоги мне разгадать Замороченный блокчейн Что ты хотела мне сказать Но молчишь который день И ватсапи в фейстайме Недоступное моё Мне родная Объясни в чём Недопонимание Я тебе песню в контакте послала Я под нее всю ночь прорыдала Я же тебе открыла всю душу А ты не послушал Я не послушал Я тебе песню в контакте послала Я под нее всю ночь прорыдала Я же тебе открыла всю душу Я же тебе открыла всю душу А ты не послушал Я не послушал Владимир Селиванов, он же Вован в гостях большой рыбы Бурный аплодисмент, Вова, ты слышишь, как все телезрители Аплодирую тебе, твоей команде Чувствую вибрации, чувствую Я должен подойти поздороваться Искренне рад Привет, дружище Привет, ребята Спасибо большое Сразу же Скажи, пожалуйста У меня такой коварный вопрос по-хорошему Твой вот этот вот стратегический план Созрел в детстве Когда ты понял, что значит так Я когда подрасту Куда-нибудь в сериальчик такой Один из самых крутых в стране Лет на 13 Чтобы прям все любили А потом уже пользуюсь случаем И отношением, вниманием зрителей Прямо в душу к ним залезть С своими песнями Вован, ну давай признавайся Интересно В детстве точно во мне Сидел вот этот Музыкант Я много пел Пел какие-то песни У меня всегда В голове Сами рождались мотивы Вот Но так случилось Какого возраста? Извини, я просто так скажу Ну вообще с детства На грядках там Маме помогаю Что-то пою В душе стою Что-то пою И вот Музыкальная вот эта вот Природа Она во мне была всегда Но в детстве я ходил на карате На борьбу В автомотошколу И музыкальной школы я Избежал Не было у меня этого И Уже в институте На третьем курсе У меня появилась такая тяга Я учился на режиссера Творческая профессия Такая С широким спектром У меня появилась тяга Доносить свою лирику В стихах В словах И вот просто То есть я понимал Что у меня Получается сочинять стихи И я хочу этим делиться с миром Вот Просто читать стихи Это не актуально В век не девятнадцатый Уже как бы Нужно значит делать рэп А музыкальная школа была же там наверняка Или просто Почему ты не пошел в музыкальную школу То есть Тогда не было такой потребности У меня И у родителей Обычно у детей потребности вообще нет В музыкальной школе в детстве Она есть потребность у родителей Да Ну кстати Вот когда думаю об этом Не знаю как к этому относиться Повезло мне с этим или нет Потому что с одной стороны Мне это как бы не осточертело Как это бывает по детству Когда родители заставляют ходить Детей в музыкальную школу А с другой стороны Конечно сейчас приходится Нарабатывать какие-то навыки Которые Как мышечная память Уже это не вспомнится И это как В тридцать лет сложно Что-то Чему-то с нуля научиться И самое главное В этом есть какой-то свежий Наверное взгляд Вот Просто Вот у тебя нет крыши образования С одной стороны Есть плюсы Есть минусы Но то что ты безусловно Человек и музыкант От бога Это уже доказательство Твоего замечательного материала Твоего отношения К своей профессии Вот И для меня существует Спасибо, очень приятно Я тебе от души говорю Это не только мое мнение Это мнение миллионной аудитории Я же вижу Как тебя обожают И сам Для меня очень важно Ты Появился безусловно Как невероятно яркий Персонаж сериала И это конечно же С одной стороны круто С другой стороны Ты заложник Чем ты ярче Чем ты больше заложник Определенного клише Вот Но ты посмотри Что твои зрители Твоя аудитория Тебе позволяет Она тебе любит Делать все То есть Они Тебе видят не только Веселого такого Отвязного Какого-то пацана Уличного Они тебе видят глубину И это круто Что эту глубину Ты сегодня нам будешь исполнять От души От души, Володя Спасибо Давай следующую Прям Малайсия Лови эта тварь Нам пофиг на шмок Нам пофиг на хайп Малайсия С тобой мне в кайп Хоть ты в луи Хоть не в луи Это наш лайк Фэнди 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 Гуччи Гуччи Все на стиле А я лучше Для тебя малая Все равно Все круче На танцполе В кроссах Разгоняют Тучи Пусть не роли На руке Ты не в герике Визе На сбок и нике Лечу на велике Не могу доехать Даже до Америки Если ждешь Меня в скрете Малайсия Лови эта тварь Нам пофиг на шмок Нам пофиг на хайп Малайсия Самый чистый кайп Хоть ты в луи Хоть не в луи Это наш лайк Малайсия Лови эта тварь Нам пофиг на шмок Нам пофиг на хайп Малайсия Самый чистый кайп Хоть ты в луи Хоть не в луи Это наш лайк Ты не прячешь лицо За бокалом и ксо Нам с тобой так легко Малая Извая душу Не продашь за панамэ Я за такую И скафандра в стратосфере Малайсия Лови эта тварь Нам пофиг на шмок Нам пофиг на хайп Малайсия Самый чистый кайп Хоть ты в луи Хоть не в луи Это наш лайк Малайсия Лови эта тварь Нам пофиг на шмок Нам пофиг на хайп Малайсия Самый чистый кайп Хоть ты в луи И это наше ладо В дне рождения своей мамы Приехал 15 апреля в Лысеву Поздравил ее со сценой Всем было приятно Мама в слезах, в творческих Мама крепкая Мне было очень приятно выступать Очень, кстати, волновался На концерте в Лысеве Потому что Сложнее всего выступать Или работать перед родными Потому что родственники Всегда тебя с таких лет видят Твои выкрутасы И их мало чем удивишь И проймешь Поэтому я, правда, волнительно это был Слушайте, ну очень круто Скажи мне Давай тогда Просто очень важный момент Все-таки я говорил про Вернемся к твоему образу В реальных пацанах Во-первых, хочу сказать Насколько он отражает тебя В жизни То есть насколько ты там был искренен Понятно, что, наверное, есть определенное амплуа Вот Ну и вообще, как это все произошло Ну в двух словах Ну, во-первых, скажу, что Не под меня писали этот образ Он был изначально написан Была первая серия написана Пацанов И уже арка на 16 серий И фактически просто Я подошел амплуа Типажом Плюс наш продюсер Антон Зайцев Такой убедительный Я тебе могу сказать Антон Зайцев Просто у него было изначально Такое тезе Это вот автор Реальных пацанов-создателей Чтобы наградить наших героев Чем-то таким своим Своим Нет, то, что это менталитетно Однозначно Да И как бы я вот этого Вована в себя выкрутил максимально Безусловно У меня есть какие-то черты С ним схожие Вот Чему-то мне стоит Даже у него поучиться Ну, по-моему, такое как бы Ну, это трушность, реальность И которая тебе, опять же говорю Она для тебя Большой плюс Потому что Ты ни во что не играешь Но нет ощущения Что у тебя какое-то там Придуманное плуа Понятно, что ты там Как-то интегрировал Вот, наверное, в себя Чуть-чуть больше Ну, скорее, все-таки Это Сериал в стиле реалити Поэтому такое ощущение Что там никто ничего не играет За это большое спасибо Нашему режиссеру Жаня Да, но вот Насколько он тебе близок Твой персонаж в жизни Ну, какие-то черты Тупняка у меня всегда Присутствуют Они у нас у всех присутствуют Мы просто имитируем Что у нас этого нет Помню, как-то в детстве Я, значит, меня Старший двоюродный брат Отправил Что-то купить в магазине А там надо было От частного дома Дойти еще до магазина И я дошел Говорю, вот мне то-то, то-то А сдачи нет Я такой А Ну, ладно И пошел обратно Прихожу Он говорит Ты что, купил? У них сдачи не было Он говорит Так разменяй Ну, то есть В чем-то наивный Такой же, как твой лаван Я такой думал В натуре Можно же было Разменять Вот Я был тогда Юн еще Может быть Это связано Но вот Черты уже прослеживались Ну и замечательно Давай тогда перейдем К следующей твоей Давай Музыкально-песенные композиции Расскажешь про них? Это одна из моих любимых Песнь называется Угли Кайф Медонада тлеет угли И слезы спрячут дожди Светут шансы на нули Нам делить один город на двоих И мы всю жизнь потом будем платить Душа никами не станет язвить Планы поставят на чувство табу Но из этой клетки я тебя украду От поводов и фальши вдвоем бежи От города подальше и к черту режи Что там за нас решили и чем дорожи Это цели разных верши От поводов и фальши вдвоем бежи От города подальше и к черту режи Что там за нас решили и чем дорожи Это цели разных верши Помнишь, имена давали облака Так одно небо сближает двоих Если на руке моя твоя рука Это значит нас не победит Пропадет сеть навсегда Буду ранен или в бреду Взлет надымит полоса Но я тебе дорогу найду Что там за нас решили и чем дорожи От поводов и фальши вдвоем бежи От города подальше и к черту режи Что там за нас решили и чем дорожи Это цели разных верши От поводов и фальши вдвоем бежи От города подальше и к черту режи Что там за нас решили и чем дорожи Это цели разных вершин От поводов и фальши вдвоём бежит От города подальше и к чёрту режит Что там за нас решили и чем дорожит Это цели разных вершин От поводов и фальши вдвоём бежит От города подальше и к чёрту режит Что там за нас решили и чем дорожит Это цели разных вершин Очень сложно писать, с одной стороны, просто, при этом глубоко. У тебя получается. От души. Нет, ну тебе спасибо от души. Я хочу тебя спросить. Понятно, что роль Вована для тебя была как раз такой дверкой в этот большой мир, где ты будешь услышан, в мир популярности, в мир любви, обожания, в мир денег, безусловно, ну каких-то возможностей. Давай не будем сейчас погружаться конкретно в деньги. Просто расскажи в двух словах, как это произошло. Ну, кастинг, первое ощущение, первая популярность, как тебя узнали, первый автограф, первая дорогая, может, покупка, сбыча каких-то мечет финансово в том плане. Ну вот такая вот, не только финансовая. Это длинная история в общем. Да, я понимаю. Ну так, вкратце могу рассказать. За это можно сказать спасибо моему чувству юмора, артистизму, который я в себе почувствовал в старших классах школы. Меня сильно захватила КВН-овская история. Для того, чтобы попасть в высшую лигу, я думал, что это меня прокачает. Я пошел в Институт культуры в Пермске. Мечта была попасть в высшую лигу. Пришел в институт, а команды КВН, оказывается, там не было. И мы с моим другом, с кем поступили, ее там создали. Сразу здорово себя проявили, показали. Нас заметила на тот момент команда Парм. Стали брать всякие игры, прокачки в Сочи, в Москву, туда-сюда. Какие-то номера у нас забирать. И на тот момент пришел Антон Зайцев. Колян был утвержден сразу же. Под него писался этот сериал. И он говорит, еще один наш другой друг, Антон Щукин, посоветовал мне вас попробовать на эти роли. Мы сейчас будем снимать пилот. Как вы на это смотрите? Мы говорим, да с удовольствием. Разорвали всех. И все. Но фактически юмор, это тот плаксдарм, с которого я начал, к чему я благодарен. И в чем я в целом могу сказать, разбираюсь. И по ощущению своему какая-то звездилину поймал? Вот такого вообще не было. Не было, да? Нет, я точно помню, что я достаточно долго ловил вот это спокойствие, не мог точнее поймать спокойствие от шушукания за спиной. Когда меня узнавали, мне было приятнее всегда, и вообще всегда приятнее, ребят, когда вы просто подходите и, ну, типа, честно, в глазам людям говорите свой респект, нежели шушукать, хихикать вот это за спиной, это он, это он тыкать пальцами. Сейчас я к этому отношусь достаточно спокойно, но первый год, два, наверное, и меня это все время как-то дестабилизировало. А у людей вызывает ощущение, что я как будто, типа, там, зазвездился на пафосе, вот он такой. Ну, это тоже нормально, человек, который не испытывал это состояние свалившегося гиперпопулярности, оно психологически тяжело тоже, есть какой-то зажим. Тем более люди, которые скромные, они вообще как-то немножко по-другому реагируют на это. Это логично. А как Москва тебя приняла по ощущению? То есть она тебя сразу приняла или для тебя в душу попала, или как-то ты к ней привыкал? В целом, она меня приняла без моих каких-то усилий, а вот я ее принял не сразу. Вот у меня когда была, я на тот момент уже выплатил там, выплачивал точнее ипотеку за квартиру в Перми, а значит у меня там машина была тоже в Перми, и вот видимо все-таки вот этот вещизм, короче, привязка какая-то. Я все время долгий год, долгие два, наверное, года считал Пермь домом, а Москва, это я на работу приезжаю, несмотря на то, что я здесь уже жил. Но когда я разбил машину и прямо на оформлении ДТП познакомился с человеком, который потом купил у меня квартиру, ну это, короче, просто одним... Судьба, то есть тебя Перми отпустило таким образом, да? И я вообще абсолютно почувствовал, как бы, знаешь, такую свободу от Перми, и в целом сейчас я все-таки в Москву приезжаю как домой, а Пермь это такой анастальгический... Пермь это родина, понятно, что она у нас еще... Да, воспоминания. Тогда давай споем еще одну чудесную песню, а какая она будет, так называется? Сейчас у нас песня «Субботним вечером». Супер, прекрасно. Субботним вечером ты говоришь, что любишь меня, ем, 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 е Для нашей встречи город зажигает свечи И этот вечер нам казался бесконечный Звонок на сотовые, а там автоответчик Давай полегче, но не слушался диспетч И твоя нежность снова раны не залечит Скрывала худи эту надпись на предплечье С именем ее Субботним вечером ты говоришь, что любишь меня, я мое Но на предплечье свежая татуировка, с именем ее Субботним вечером ты говоришь, что любишь меня, я мое Но на предплечье свежая татуировка, с именем ее Ароматами духов, опьянила ты меня Я лечу без томозов, к тебе не уближе Ароматами духов, опьянила ты меня Ты терял рассудок вновь, ты уже в твоих сетях Субботним вечером ты говоришь, что любишь меня, я мое Но на предплечье свежая татуировка, с именем ее Субботним вечером ты говоришь, что любишь меня, я мое Но на предплечье свежая татуировка, с именем ее Субботним вечером ты говоришь, что любишь меня, я мое Но на предплечье свежая татуировка, с именем ее Сегодня песня, это хит, вот стопудово Просто очень круто Вол, скажи, пожалуйста, ты сказал, что там вот так стечение обстоятельств произошло С машиной, с квартирой Вообще, как часто в твоей жизни происходят какие-то стечения обстоятельств, которые ты прямо анализируешь И понимаешь, что кто-то там сверху управляет и рулит А ты вообще веришь в какую-то вот такую вот судьбоносную историю И прям видишь вот эти вот знаки Вообще абсолютно верю в этом И знаешь, в нашей жизни, на своем опыте скажу Происходит все то, чему мы позволяем произойти Поэтому мне кажется, здесь самое важное Обмениваться с этим миром энергии Не копить в себе Ну стакан, в общем, у тебя наполовину полон всегда Всегда наполовину полон, да Следующая песня, которая прозвучит, мне кажется Твой номер-1 сегодня супер-хит Е Нет? Нет, я говорю, е Я не говорю, нет, е Очень люблю эту песню Песня называется «Бедняк» И очень простые слова, но такие точные Плейбека чуть побольше, да, сделаем? Давайте нам плейбека побольше, не жадничайте У меня с собой будет один рюкзак Я самый богатейший в мире бедняк И словно я танцую в первых в жизни медляк А мечта меня целует У меня с собой будет один рюкзак Я самый богатейший в мире бедняк И словно я танцую в первых в жизни медляк А мечта меня целует Свою жизнь не раз менял У берега не путал Вчера был дикий квест А сегодня лютый шутер Вечно строю планы Опять эти капканы Но я в этот момент Выдыхаю плавно Без фальшивых марок Мы из дворовых арок У нас свои сюжеты И песни под гитару Теперь качаем залы И сотни зажигалок Такси, визиса и работа до вокзала У меня с собой будет один рюкзак Я самый богатейший в мире бедняк И словно я танцую в первых в жизни медляк А мечта меня целует У меня с собой будет один рюкзак Я самый богатейший в мире бедняк И словно я танцую в первых в жизни медляк А мечта меня целует И шагом назад Твой единственный выход Идти до конца Ведь удача как вихрь Закрутит назад Не зная прикуп Огонь в глазах Как открытая книга У меня с собой будет один рюкзак Я самый богатейший в мире бедняк И словно я танцую в первых в жизни медляк А мечта меня целует У меня с собой будет один рюкзак Я самый богатейший в мире бедняк И словно я танцую в первых в жизни медляк А мечта меня целует У меня с собой будет один рюкзак В Большой Рыбе самый духовно прокачанный И самое главное понимающий, что в духовности есть богатство Человек Володя Селиванова Вован Всем привет Спасибо тебе за эту песню Да, я хочу историю рассказать Расскажи, конечно Значит Я выступал когда-то на минуте славы С музыкальным самотворчеством И там В жюри сидел Серега Светлаков И мы с ним Так вот не переписываемся Не общаемся Чтобы у нас просто есть телефон друг друга И было так приятно Когда вышла эта песня Он мне записал такое длинное аудио О том, что он вспомнил мои слова на минуте славы Я даже их так не запомнил Что я хотел бы Чтобы в душах людей Отзывалось мое творчество И поэтому я пришел на этот проект И он говорит И вот мне, говорит Вот прошло пять лет, сколько с того момента Я тебе хочу признаться в том, что мне Очень зашла твоя песня Бедняк И я ее слушаю в машине Слушаем всей семьей Вот И я думаю Как это прикольно Молодец, Серега Ну вообще, мне кажется Похожи вы с ним Ну да Ну мы с Урала Мы с Урала Друг друга хорошо понимаем Да, но насколько правдивы слова твоей песни Относительно тебя Ну это, мне кажется, глупый вопрос Ну прости, я должен задать Что для тебя деньги? Могу сказать, что я не материальный человек То есть для меня гораздо важнее идея И я считаю В целом моя жизнь это подтверждает Что идея приносит все остальные блага Блага, да Ну и давай так, наверное Любимый вопрос Компромисс с совестью У тебя возможен? Совесть У меня очень сильная штука Порой я даже себе отдаю отчет в том, что я слишком совестливый Это мне где-то может даже мешать То есть вопрос следующий из разряда Есть ли какой-нибудь поступок, за который тебе стыдно? Ну как бы Мне кажется, он не актуален Я тут вспоминал Гулял, когда по Перми тоже с проектом В общем, по стопам своего юношества, скажем Я по Перми гулял, тут было, здесь жил И я вот признался, что однажды из института С нашей аудиторией я в общагу себе унес кресло Притом так через вахту, вот так на голову его положил Нормально И вышел вот так вот через вахту Мне на вахте никто ничего не спросил Увез, жил с этим креслом в общаге А потом, когда стал из общаги уезжать Оно такое удобное, классное Забрал с собой в Москву? И забрал из Москвы Оно у меня сейчас там стоит у товарища на студии И мы приехали на эту студию У меня как всплыло все это в голове Говорю, представьте, вот из института украл кресло Классное, говорю, зато какое хорошее трофею Мне кажется, в институт надо его вернуть Поставить стеклянную такую, знаешь, витрину На этом кресле Его украл Вован Да, его украл Вован Сегодня у Сволочи судьба Классно, что есть большая рыба У меня есть возможность познакомиться Ну, мы знакомы с Володей, шапочка Тут уже реально поболтать о жизни И самое главное, послушайте, вот эти песни Своему стыду Практически их не слышал Но сейчас для себя открыл Ну, что, погнали, да? Лупчик, ты как там? Нормально, глаза крашу Ну, да, да, конечно Куда ж ты без грима? Глаза крашу, потом начну А там тушь и все, с ресниц Тушь? Тут же ресниц не капало, что? Амур Когда наступит весна Готам опять не до сна И под звуки мур-мур Между ними Амур Когда наступит весна Нам с тобой не до сна И под звук горнитур Между нами Амур Мы берем на прокат Самый быстрый самокат И вдвоем на самокате Вылетаем на Арбат Обгоняем ламборгини Ламборгини синий-синий Ну, а у моей любимой Губы вкуса лимонад Ты сердечко, ты стрелой Йой-йой-йой Детка болен я тобой Йой-йой-йой Это все-таки любовь Ой-йой-йой Буду снова я с тобой Когда наступит весна Готам опять не до сна И под звуки мур-мур Между ними Амур Когда наступит весна Нам с тобой не до сна И под звук горнитур Между нами Амур Между нами Амур Амур, Амур Амур, Амур Амур, Амур А ой как загружила А ой как завертела Все остальные мимо Течет любовь по Венам Я ранен Купидоном Я по твоим балконом Пою тебе Эй-яй-яй Эй-яй-яй-яй Ты сердечко, ты стрелой Йой-йой-йой Детка болен я тобой Йой-йой-йой Это все-таки любовь Ой-йой-йой Буду снова я с тобой Когда наступит весна Когда мы опять не до сна И под звуки мур-мур Между ними Амур Когда наступит весна Нам с тобой не до сна И под звук горнитур Между нами Амур Когда наступит весна Когда мы опять не до сна И под звуки мур-мур Между ними Амур Когда наступит весна Нам с тобой не до сна И под звук горнитур Между нами Амур Дискотека-то какая у нас разнообразная, но при этом такой понятный и близкий. Вот ты знаешь, у тебя совершенно разные вроде жанрового музыкальности, я имею в виду стилистический, но при этом все, потому что есть ядро, вот есть исполнитель, автор. Это знаешь, на самом деле всегда было моей мечтой, даже когда я только начинал музыку, я думаю, что людям мешает вот не делать все в одну дуду, а вот искать какие-то еще свои грани. И так вот получается, что я стал искать какие-то еще грани гитарной музыки, лирики и понял, что так можно вполне существовать. Вот давай так, у тебя нет образования, ты очень круто поешь, вообще, не серьезно, я имею в виду, ну что ты, подожди, давай сейчас эти слова, я же слышу ни одной фальшивой ноты, при этом это ты пишешь стихи, ты пишешь музыку. Последнее время я научился писать аранжировки, наконец-то я сел, это произошло, знаешь, кстати, из-за, так скажем, вынужденная мера меня подтолкнула на развитие, вот так это можно назвать. Так и есть, эволюция. Да, я потому что долгое время, у меня был такой съемочный период долгий, несколько месяцев, но я понял, что без музыки я тоже не могу. И мог я сидеть за музыкой только когда после смены приезжаю по ночам, когда все уже уснули в наушниках, я начал наконец-то осознанно собирать аранжировки, то есть раньше это были такие, типа просто эксперименты и наброски, а теперь я знаю, вот у меня есть такой панч музыкальный, вот такой припев, я вот так вижу, я его наиграл на гитаре, все, я сажусь и начинаю писать это уже в секвенсере. Окей, но теперь про вдохновение, естественно, у тебя есть муза, да, однозначно, безусловно, твоя любимая, Сашка, твоя вторая половина. Мы с моей возлюбленной знакомы год, чуть больше года, вот, сейчас мы ждем ребенка. Класс, ну ты же уже папа со стажем. Да, я уже папа дочери Евы от предыдущего брака, вот, а с Саней мы сейчас ждем в апреле. Класс. Я буду папой, сейчас уже четырежды буду папой, потому что у Сани двое детей. Замечательно. Мне это никогда не мешало, так что все это прекрасно. Это просто прекрасно. Конечно. И человек, который появился в моей жизни, очень сильно меня эмоционально выровнял, я стал меньше вести праздный образ жизни, так это назовем. Хулиганить меньше. Да, у меня эта потребность исчезла вообще как таковая. Саша, спасибо вам. Ну вообще всем, в лице Саши, всем нашим девушкам, которые... Мы с ней единомышленники. Это круто. Мы с ней создаем вместе какой-то контент. У нас есть очень много планов творческих, рабочих, бизнес-планов. И мы замечательно проводим время, путешествуем, воспитываем детей, кайфуем. Я смотрю на тебя, и ты счастливый человек, и главное, ты мужчина счастливый. Это невероятно важно. А песню ты написал ей уже как-нибудь про любовь? Сейчас все, что я пишу, ей пропитано и посвящается. Признавай себя в любви, Сашке. Саня, я тебя очень сильно люблю, и очень сильно люблю твои веснушки, которые ты рисуешь. Она себе просто наносит такие, вместе с косметикой, иногда такие веснушки сама себе рисуешь. И это так и идет, безумно. Это твой краш. Класс. Это мой краш. У нас даже ролики, когда мы эту песню, я когда презентовал людям, мы снимали ролики, где я под эту песню ей рисую веснушки. Я как в детстве, посчитай. Давай, за веснушем, Александру. Поехали. 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 Я как в детстве, посчитаю все твои веснушки. Пусть смеются надо мной, все твои подрожки. И как в детстве, посеком, да по дороге к речке. Чтоб нарвать тебе цветов, милое сердечко. Я хочу, как Майкл Джексон Быть королем твоих рефлексов Я хочу, как Вуди Али Снять тебя так идеально Стану СМ я из Бразерс Это будет лучший ракурс Это все ради тебя Я хочу, как В детстве посчитаю Все твои веснушки Пусть смеются надо мной Все твои подрожки Ты, как в детстве посеку До подарок к речке Чтоб нарвать тебе цветок Милое сердечко Я, как в детстве посчитаю Все твои веснушки Пусть смеются надо мной Все твои подрожки Ты, как в детстве посеку Чтоб по дороге к речке, чтоб нарвать тебе цветок, милое сердечко. Я хочу, как Майкл Тайсон, быть быстрее всех девайсов. И как Лиан Эли Месси, чтоб в девяточку навесить. Я хочу, как Джейсон Стэттен, всех побить без пистолета. Это все ради тебя. Я как в детстве посчитаю все твои веснушки. Пусть смеются надо мной все твои подружки. И как в детстве посекунда по дороге к речке, чтоб нарвать тебе цветок. Я как в детстве посчитаю все твои веснушки. Пусть смеются надо мной все твои подружки. И как в детстве посекунда по дороге к речке, чтоб нарвать тебе цветок, милое сердечко. Милое сердечко. Следующая песня называется «Никорона». Давай про «Никорона» тогда. Да, значит, смотрите. Песня «Никорона» — это легендарный челлендж. Когда с чиханием, да, это «Никорона»? Это ты запускал, да, Сашка? Да, да, это мой челлендж. Класс. Разрыв был, то что? И на следующий день я уже снова как будто проснулся, снялся в «Реальных пацанах» знаменитым, понимаешь? Это я знаю этот момент, да. Это очень круто. Прошло 3-4 дня, были предложения от разных лейблов. Сделать хитоп. Да, я предложил Васе, говорю, слушай, ну либо я один выпущу, либо вот залетаю в любом образе басты Наганы на этот трек. И он в образе Нагана сочинил куплет туда второй. Круто. Да, здорово. Давайте поехали. С удовольствием послушаем. Ну, давай. Сочет не то, все чет не так. Пофиг, забей, все ведь ништяк. От меня планы, я включу режим спонтанный. И ничто не обломает муд моей нерваны. Все будет в элиток, все будет истекать. Но все, братух, я полетел ни пукай, ни чихай. Ахчи, не коронавро, не, не коронавро, точно не коронавро, не, не, не. Ахчи, не коронавро, не, не коронавро, точно не коронавро, не, не. Ахчи, не коронавро, не, не коронавро, точно не коронавро, не, не, не. Ахчи, не коронавро, не, не коронавро, точно не коронавро, не, ахчи. Мы корона, 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 мы корона. Вот и! Вообще эта корона, знаешь, как будто её и не было уже. Всё, конечно, жуть, но песни остались весёлые и позитивные. Мне кажется — это такая песня, гимн нашего отношения к трудностям, вообще, нашей стране — это точно. Потому что люди во всём находят юмор, даже в самых сложных ситуациях, Такая песня, на которой я точно очень отточил свое мастерство челленджовости. Я понял, что такое челлендж и как он работает. На тот момент полтора миллиона сняли видео. Да, полтора миллиона, обалдеть. И эту осенью я запустил чисто отрывок. Песня называется «На картошку». Она называется, рабочее название «Картошка». Я сочинил припев только лишь. И я знал просто, что люди будут выкапывать картошку. И нужен гимн этому процессу. Потому что сам я по детству ее копал предостаточно. И я выпустил чисто для какого-то хайпа, чтобы люди покайфовали на картошке. Не просто монотонным делом занимались, а еще сняли телефон и запечатлели это для истории. Хорошо очень зашел челлендж. Думаем весной этот трек уже полноценно выпустить. Тогда давай споем еще одну чудесную песню. А какая она будет, как называется? Сейчас следующая песня называется «Шагай». Пошагаем дальше с твоим творчеством. Вперед. Лучше солнца колосьями В небе облако бросить ее Патессы из повести Мне в объятии бессовестно Уронила и тянется К сердцу милая разница И такое предчувствие Что уже не отпустит Белая птица в небе Оно тебе надо ли? Помнишь сколько раз С неба выпадали Белая птица в небе А я на земле в глазах Будь что будет ей сказать Давай шагай в эти двери Блияй в моем море Я так хочу тебе верить Хочу с тобой спорить Давай шагай в эти двери Блияй в моем море Я так хочу тебе верить Я так хочу с тобой спорить Набирая дистанцию В этом медленном танце мы Не успели остаться, да Да на кончиках пальцев Под ногами продалены Мы как будто оставлены И уходит предчувствие Что уже не отпусти Белая птица в небе Оно тебе надали Помнишь, сколько раз С небом мы падали Белая птица в небе А я на земле в глазах Путь что будет ей сказан Давай шагай в эти двери Ныряй в моем море Я так хочу тебе верить Хочу с тобой спорить Давай шагай в эти двери Ныряй в моем море Я так хочу тебе верить Я так хочу с тобой спорить Я так хочу с тобой Давай шагай в эти двери Ныряй в мое море Я так хочу тебе верить Я так хочу с тобой спорить Мы сегодня вместе с Вованом нырнули в акватории Большой Рыбы К нашему большому счастью, что именно вместе с Вованом Володь, прости, но Вован, это твой сценический образ? Вообще, кстати, как ты к этому? Ты не ревнуешь? Нет, нормально? Наоборот, круто, да Я на этом хайпую Не, это понятно Но то, что ты видишь, ты же сценарист, насколько я понимаю Не просто еще авторизм То есть ты с такой точкой зрения Понимания глубины, расщепления Что не только просто эмоции У тебя такая математика присутствует Да, это, кстати, мне Я так считаю, что иногда мешает в актерстве Потому что актерство — это спонтанность Это какая-то там Что-то животное порой А ты как бы должен как по Станиславскому А у меня все время анализ режиссера включается Я вижу, как это, типа, со стороны И вот хочется иногда убирать это из головы И просто Амород в потоке существует Безусловно, мне кажется Ты, кстати, сказал про Сережу Но я... Нет, это, наверное, твое внутреннее ощущение И у тебя очень, на мой взгляд, собирательный образ И очень классный И он такой неосознанный Но при этом все эти люди между собой похожи Да, просто они вроде по-разному звучат Вроде рок там А все это дело аранжировки Ты же сам приказ, понимаешь? Я могу только сказать, что Мало у кого из артистов Ну и с подлинным таким желанием Как бы нести себя Получается копировать в какую-то в кальку, что ли Всегда даже человек, если использует какой-то референс Или у кого есть какой-то кумир И он где-то ему подражает Это всегда в любом случае Получается по-своему, понимаешь? Безусловно Вот, и я долго от этого типа открещивался Думаю, да что это я делаю, как руки вверх Да что это, как руки вверх А потом сделал, как руки вверх Людям зашло, и я потом еще и слушаю Да это и не как руки вверх Конечно, у тебя внутреннее ощущение, что ты делаешь так, как он На самом деле, конечно, это по-другому Но ты же все-таки творец Есть люди математики Это тут скопировать Одно дело скопировать, другое дело перепрожить Да, наверное, так Подназначено Слушай, ну я не могу не, так сказать, поиграть немножко в такую, в импровизацию Ты же еще как, ты вообще как стендапщик существуешь, нет? Официально, нет, наверное Я такой достаточно туго-дум Знаешь? Туго-дум Что касается вверх А ну да, ты же говоришь, что со стороны режиссера Ну просто туго-дум, мне что-то надо придумать Ну давай попробуем Каким? Что? Секунду Это Мариночка, наша продюсер музыка, она тебя обожает просто, да У нас спринтер сломался Да Ты можешь вопросы с телефона печатать? Я тебе актуальные прислала Всего 4 вопроса А, да? А, давай, хорошо Все, секунду, извини, пожалуйста Все, тебе повезло, там всего 4, здесь было 20 4 Да Так, смотри, давай придумать сначала фраз Значит, заканчивается она так Поэтому я не готовлю щи Я не люблю полоскать, поэтому я не готовлю щи Хорошо Дальше, фраза заканчивается тем А все потому, что я Вован Селиванов Да, я голый в трамвае, а все потому, что я Вован Селиванов И тогда я понял, что не зря помыл голову Я полосел в 19, и тогда я понял, что не зря помыл голову Значит, заканчивается так Так как я проделал это уже много раз Ага Не суйте пальцы в розетку, так как я проделал это уже много раз Молодец, да, но по тебе не скажешь, кстати Поэтому не ношу зеленое Я люблю спать в траве Да, я люблю спать в поле, где ездят комбайны Поэтому не ношу зеленое С тех пор не ношу зеленое, да, точно Однозначно Но сегодня ты в прекрасном своем корпоративном С одной стороны вроде черном Но при этом такой свет от тебя идет душевный Був, спасибо тебе большое Давай нам еще одну песню Поехали Посвяти нас в свое творчество Да, ну вот как раз сегодня О Сереге Жукове много разговаривали Ага Посвящение Сергею тебе было Предыдущий Александру Я что, чего? Да, и мы Ну правда, это мой кумир В юности И, конечно, большая честь для меня была Когда я ему предложил сделать фит И конкретно вот выбрал эту песню Ай-яй-яй Прислал ему То, что мы с музыкантами наработали Ему очень понравилось Он говорит, вообще классно Погнали И мы сделали эту совместную песню Он перепел припев Она на полтона выше от оригинала И его звучание И, наверное, немного побыстрее Вот Для вас сегодня Вован, Фит, Сергей Жуков Ай-яй-яй Поехали Вечеринка Танцуют половинки Одеты все с иголки Брюнетки и блондинки А пацаны не в танцах Харай уже стесняться Девчонки-зажигалки Хум-пати до утра Время кальяна По звуке фото пьяно Немного пьяный Скажу тебе прямо На этой пати Хочу слышать твой смех Пойдем со мной Танцевать под руки вверх Ай-яй-яй Сепчу тебе, родная Ай-яй-яй О имени не знаю Ай-яй-яй Откуда ж ты такая Моя малая Ай-яй-яй Сепчу тебе, родная Ай-яй-яй А имени не знаю Ай-яй-яй Откуда ж ты такая Моя малая Ай-яй-яй Ай-яй-яй Субтитры создавал DimaTorzok Ай-яй-яй, откуда ж ты такая, моя малая? Ай-яй-яй, шепчу тебе, родная, ай-яй-яй, о имени не знаю. Ай-яй-яй, откуда ж ты такая, моя малая? Ай-яй-яй, откуда ж ты такая, моя малая? Труба, точнее, тромбон, перкуссия, бэк-вокал, костян, барабаны, платён. Вот так вот. Ага. Ай-яй-яй, шепчу тебе, родная, ай-яй-яй, о имени не знаю. Ай-яй-яй, откуда ж ты такая, моя малая? Ай-яй-яй, шепчу тебе, родная, ай-яй-яй, о имени не знаю. Ай-яй-яй, откуда ж ты такая, моя малая? Давай сейчас мы уже подфиналимся. Хочу задать тебе один вопрос. Сбылись ли все твои детские мечты? Есть ли у тебя реально мечты? Вообще мечтатель ли ты? Ну и о ближайшей перспективе расскажи нам. Я, мне кажется, что я недостаточно мечтаю, мне надо больше мечтать. Но у меня есть какие-то вопросы. Давай с детства. Во-первых, с детства. Вот всё, то, о чём ты мечтал в детстве, всё сбылось? А я вообще не могу сказать, что я мечтал в детстве. Я знал, что я просто очень крутой актёр. Почему-то мне так это казалось. Даже когда я не занимался КВНом. Почему-то, видимо, уже так далее. Это уже полуспеха. Ещё я очень изобретательный. И это вот как раз ниша, которая мне предстоит ещё освоить. Я хочу изобретать полезные для людей вещи. Предметы для быта. То есть то, что делает жизнь удобней. Я просто хожу по дому или по улицам и понимаю, что можно доработать. Или что можно сделать ещё нового для пользы. Не рассказывай, сейчас это украдут сразу. Я патенты пока не рассказываю. Я говорю про то, что мне свойственно. То есть у тебя такой инженерный мозг. У меня инженерный мозг. Я как раз когда поступал... Ты же режиссёр. Я когда поступал, я очень долго как раз сомневался, идти мне в политех. Или мне идти в институт культуры. И вот просто эта мечта в КВН поиграть, она мне исполнилась, получается. Вот меня она привела в институт культуры. Друзья, видите, какой комбо. На самом деле человек в детстве был по призванию музыкант, потом он занялся спортом, потом он ушёл вообще в актёрскую профессию. Но самое главное внутри себя всегда ощущать, вот эту уверенность на 100%, что ты личность, безусловно, ты очень крутая личность, Володь. Главное не останавливаться, учиться. Не останавливаться. Учиться всегда нужно, правда, себя дальше, дальше развивать. По чуть-чуть, по самому шужочку, по микрокапельке. Но становиться лучше с каждым днём. Я тебе могу сказать, ты знаешь, мне кажется, мы с тобой в этом похожи. Я вот для себя, честно, сегодня открыл нового артиста с очень крутой музыкой, которая прямо в сердце зашла. И ты меня вдохновил. Ты знаешь, это, блин, я такая рыба крепкая уже. Давно, с 95-го года плаваю в этом. Но это так радует, когда появляются новые личности и со своей какой-то харизматикой, с музыкой. И действительно зажигает. Спасибо тебе, Володь, за это. Спасибо твоим замечательным музыкантам. Спасибо твоей музе. Маме с папой, конечно же. Ты искренний, добрый, настоящий. Спасибо тебе большое. От души. Спасибо, Денис, большое за общение. Мне было очень приятно. Нам с пацанами было очень приятно. Спасибо большое, Рыбе. Реальным пацанам. Вообще. На сцене реальные пацаны. Ведущий реальный пацан. Заставка реальных пацанов. Первая песня, которую так вот глобально, первая моя песня, которую услышали все. Поехали. Заканчиваем началом. Нас не отправляют учиться в Лондон. Мы не одеваемся в бутике модном. Наши папы не работают в банках. И мы не катаемся на иномарках. Не отдыхаем на южных курортах. Загораем на даче в сланцах и шортах. Мы не едим в дорогих ресторанах. Редко бывают деньги в карманах. Кому-то эта жизнь покажется тусклой. Но тут бьют ключом реальные чувства. Откройте рты, сорвите уборы. Какие пацанам открыты просторы. Ветер срывает листья с деревьев. Лужи плывут облака. Пацаны смотрят вдали, верят. Но трамвай не едет пока. Стасы не здесь реальные пацаны. Стасы не здесь реальные пацаны. Стасы не здесь реальные пацаны. Стасы миха, лимузины, кредитки, бренды, сигары, чеки, визитки. Клубы, тусовки, гламурные пати. У нас здесь все это не Кати. Дорогие тачки, крутые телефоны Это лишь мечты для пацанов с района Но так-то год от года мы проживаем гордо Как и большинство народа, любого города Каждый по-своему крутый, отважный В дуберинте серых пятиэтажек Это мой район, здесь родился и вырос Для кого-то болото, для нас стабильность Здесь все живут, как и прежде С любовью и верой в душе Пацаны смотрят вдаль с надеждой Но трамваи не ходят в душе За всенит, здесь реальные пацаны За параллелью здоровье на сын За всенит, здесь реальные пацаны За параллелью здоровье на сын Ну что, спасибо программе «Большая рыба» Денис, спасибо тебе огромное Рад познакомиться и так плотно пообщаться Взаимно На сцене Вован Бэнд На сцене Вован Бэнд Реальные пацаны За всенит, здесь реальные пацаны За параллелью здоровье на сын Спасибо Вовану и его команде За эту прекрасную музыку За общение А мы с вами, друзья, увидимся совсем скоро В «Большой рыбе» на моем музыкальном До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова